Запуск строительства Куланакской ГЭС – один из важных шагов в истории, прокладывающий путь в будущее нашей энергетики. Президент сегодня заложил капсулу под начало строительства гидроэлектростанции. Он отметил, что руководство страны делает акцент на развитии экономики государства за счет строительства новых ГЭС. «Обеспечение энергетической независимости и безопасности страны – одна из наших главных задач. Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы эти цели не остались лишь на бумаге. При этом мы не забываем о вопросах сохранения и передачи будущим поколениям прекрасной природы, подаренной Творцом. В настоящее время мы изучаем различные направления развития возобновляемых источников энергии. Среди них особое внимание уделяется строительству малых ГЭС. Уверен, что благодаря гражданам, которые думают о будущем государства, народ Кыргызстана будет жить в доставке с широкими возможностями для развития. Государство оказывает посильную помощь и создает все условия для строительства. В будущем мы создадим еще больше условий». Президент обратил внимание местных жителей на то, что строительство ГЭС принесет огромную пользу в энергетике и хозяйственной сфере, а также даст возможность для орошения сельскохозяйственных угодий. «Со строительством Куланакской ГЭС улучшится обеспечение растительной водой 5081 гектара сельскохозяйственных угодий в Учкунском и Сарыойском Аильных Аймаках. Кроме того, будет освоено 2100 гектаров новых земель. Даст Бог, Куланакская ГЭС станет локомотивом гидроэнергетики на Рынской области. В связи с этим, поручая всем соответствующим государственным органам, обратить особое внимание на преимущества объекта Куланак, принять действенные меры и оказывать всемерную поддержку в оперативном решении вопросов строительства». Было отмечено, что после возведения данной ГЭС мощностью 100 мегаватт и ее введение в эксплуатацию ожидается производство 450 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Таким образом, вся Нарынская область полностью будет обеспечена электроэнергией. «Имеется возможность построить на реке Нарын другие ГЭС на 2500 мегаватт. Надеюсь, в ближайшем будущем мы построим множество средних и малых ГЭС. Уже два года мы закладываем капсулы под строительство многих объектов. Каждый проект завершается в срок. Этот объект, для строительства которого мы заложили капсулу сегодня, будет сдан в эксплуатацию через четыре года. Год подготовительных работ, потом три года строительства. Весной мы установили капсулу на месте строительства Камбаратинской ГЭС. Мы рассчитываем завершить этот проект через восемь лет. Даже если мы закончим через десять лет вместо восьми, это будет большое дело. При завершении строительства Камбаратинской ГЭС Кыргызстан станет независимой, полностью самодостаточной страной, которая не будет импортировать, а будет экспортировать электроэнергию». Садыр Чапаров отметил, что сейчас у страны имеется дефицит в 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К сожалению, за 30 лет в Кыргызстане не было построено ни одной ГЭС. Мы используем только 10% всего потенциала. Если добавить еще процентов 90, то мы сможем продавать электроэнергию не только странам Средней Азии, но и в Европу и Китай. Глава государства выразил надежду, что Куланакская ГЭС станет крупным промышленным предприятием, которое будет служить всему кыргызскому народу. По оценкам специалистов, в ходе строительства ГЭС будет создано от 800 до 1000 рабочих мест. После завершения строительства и ввода объектов в полную эксплуатацию, около 100 человек получат постоянные рабочие места. В стране сейчас дефицит энергии. Чтобы уменьшить этот дефицит и сократить импорт, большое значение имеет электроэнергия. Например, если Адбашинская ГЭС сейчас вырабатывает 40 мегаватт, Куланакская ГЭС будет вырабатывать 100 мегаватт. То есть в 2,5 раза больше энергии будет вырабатываться. Для народного хозяйства это очень важно. Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 124 миллиона долларов США, из которых 88 миллионов долларов как кредитные средства будут предоставлены группой финансовых институтов, в том числе Российско-Кыргызским фондом развития и Евразийским банком развития. Проект строительства включает плотину высотой 27 метров, гидрошлюзы для отвода русла реки и отвода воды, деривационный канал протяженностью 6,5 километров, здание электростанции с агрегатами, водозабор для орошения сельскохозяйственных угодий, воильных аймаках Учкун, Джанбулак, Эмгектала, Минбулак, Джергетал Нарынского района, Парикенарын. Юлий Ценка, Иная Таргешева, ЛТР, Бишкек.